Приветствую зайчата! У меня для вас новость. У меня есть свой дискорд сервер. Там я выпускаю новости о каналах, свое творчество и еще много чего интересного. Сервер будет обновляться. Так что ссылочка в описании. А сейчас спонсор. Здорово, пупсики мои волосоты. Это я, художник and дизайнер Спаркла. У меня есть свой youtube канал, на котором я снимаю прохождение и то, как я рисую. Очень насыщенно и интересно. Но если тебя это заинтересовало, то ссылка в описании. Приветствую зайчата с вами, как обычно я Спаркл и на канале Белый Спаркл. И сегодня я хочу делать вернет по боссам и мини боссам. Айзек. Ну что ж, давайте начнем. Первый у нас будет монстр. Монстр 2 будет похуже. Так, но монстра вроде бы как нормальный. Он ничем таким не отличается. Так что я его добавлю в средний босс, потому что он, ну, обычный. Он даже своей крутостью не отличается. Просто средний. Он просто прыгает и плюется. Все, что он может делать. Следующее. Близнецы. Ну, близнецы. Что близнецы? Они просто за тобой будут бегать и и все. Близнец будет прыгать, бегать за тобой. Это стрелять. Слезами. Когда ты победишь первого близнеца, то за тобой будет маленький близнец бегать. Ну, опять же, средний. Потому что, ну, да. Скоро вы узнаете, кого я недолюбливаю больше всего. Так, ну, Стив... 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 Ну, Стив, в принципе, ничего не отличается. Кроме того, как он дает своего маленького Стивена. В принципе, он ничем не отличается от близнецов от близнецов. Пин. Что пин? Обычный человек, который прыгает в лед с ним. Средняя, потому что, ну, нормально. Вот вдова. Конечно, я ее недолюбливаю, но... Все же... Как-никак она... Классная. Так что я поставлю ее в крутые. Дальше. У нас идет, получается, призрак-последователь. А что последователь? Выпускает первого призрака. Побеждаешь первого призрака, на тебя два призрака летят. Ты побеждаешь, и у него фаза... с Бримстоуном, в принципе. Могу поставить в красивую, потому что, ну, я, в принципе, отношусь к нему нормально. Так, Кокошуля. В принципе, обычный босс, который летит со скоростью на тебя. Ну, в принципе, нормально. Вари-младший. Обычный, средний. Герцог-мух. Ну, герцог-мух выпускает своих этих... Прикольно, да, босс. Герцог-мух. Так что я его в крутые делаю. Дальше. Голод. Голод умеет летать, когда видит нас. Вторая фаза, он плюется. В принципе, крутые. Дальше. Начинается чудо пулькающие. Ну, пулькающие, они средние, как и Ларри-младший. Фистуля. А что фистуля? Фистуля маленьких чайбиков делает. В принципе, средний, потому что ничего нового не поскочил. Скаверноплод. А что скаверноплод? Бегает за тобой. И призыв, как он стреляет. Ну, и ничего нового. А еще, к тому же, он красную жидкость оставляет за собой. Ну, блин, если смотреть, куда бежишь, то, конечно, тебя же красная жидкость построил. Чап. В принципе, чап классный. Я ставлю его в красивые, но никак не в любимые. Так. Герди. 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 Вот Герди. Герди. Крутые. 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 Вот этого, если честно, я не очень с ним недолюбливаю, потому что его фазы, ой, его эти отталкивания очень сильно раздражают. Когда он у тебя летит, он отскакивает и попадает в тебя. Так что я его недолюбливаю из-за этого. Так. Что? Получается у нас мегапасть. Мегапасть. Так, в принципе, что она делает? Феодолетовые огоньки. А еще она просто спавнит белых, ой, белых, спавнит этих своих приспешников, кто прыгает. Ну, это, в принципе, приспешники раздражает, но не настолько сильно, как то же самое. Да. Забыл название. Я хотела сказать Врата, да. Именно Врата. Я забыл как-то имя его. Да. Ну, в принципе, он красивый, скажу вам так. Так. Мега толстяк. А что о нем сказать? Он немного раздражает, когда прыгает на нас. Так что... В принципе, если уворачиваться, то... В принципе, нормальный босс. Поставлю его в крутые. Чиады. Чад, в принципе, ну, не отличается никак от Чи... Чаба. Так что... Оставлю его в среднем. Дальше. Королева Пагли. Ну, в том числе, что ее надо бить именно Если заднюю часть хвоста, то она много раздражает. Но, говоришь, она не очень сильно не отличается от Чабы. Так что она относится в красивую. Дальше. Оболочка. Оболочка. Так. Ну, оболочку я встречала. В принципе, это тот же самый герцог-мух, только на минималках. Маленький. И с вами тоже мух. Но, в принципе, крутые. Что еще-то говорить. Дальше. Че у нас пустой, да? Пустой. Ну, пустой. Это, наверное, будет... В средний, потому что, ну, ничем не отличается. Он просто по карте дает пынч, 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 пынч. Ну, в принципе, если оборачиваться уметь. Так, дальше. Так, пик. Вот и мой самый любимый босс за того, что он слишком прыгучий. Да и к тому же, если брать еще его чемпионскую версию... Ну, это капец. Он Бримстонман стреляет. И... Ну, такое, честно. Недолюбленный у Пипа. Так, че-то, получается, полицефал. Полицефал, ну, а что? Взрывается в яму. Только подходим, он вырывается и начинает плеваться. В принципе... Ничего новое, так что... Средний. Дальше. Вдова. Гнусная вдова. Да, гнусная вдова. В принципе, не отличается ничем, как от простой вдовы. Так что в среднем. Дальше. Тёмный. Дарк. Так, дарк. Вот дарк ванн висячий, а дарк обычный, в принципе, идет, по сути, в красивые. Потому что, да. Чума. Ну, чума не такая уж и... Сложная, так что крутые. Так, дальше. Чё у нас, следующая клетка. Клетка, в принципе, раздражает своей войти. Ну, а так, она раздражает то, что она так отскакивает на стену, а ещё она может быть принстоуном и... И... Создать копию маленького себя. В принципе, тут... В принципе, тут... Монстр... Монстр 2, в принципе, выпускает своих красных мух, которые... Выпускают слёзы на плюсика. Ну, вы поняли. Так что он... Так что он... Монстр 2 я ещё хоть как-то долюбливаю, чем... Пипа и Дёрган. Вот Zero One я сразу ставлю, мне нравится, потому что... Ой, в Dark One. Потому что, ну... Где-то жесть... Или как там в Dark Two. Короче, ладно. Искуситель. Ну, он... Честно, мне не нравится из-за того, что он может в любой момент... Обрызгнуть бринстоуном и непонятно в каком направлении. И это реально очень сильно раздражает. Гаш. А что Гаш? Он классный. Значит, красивый. Вот он, наш второй пик. 2.0. Раздутый. Вот раздутого я не люблю больше всего, чем Пипа. Потому что раздутый... Ну, очень слишком... Гуляет бринстоуном. Когда ты находишься... Как сказать-то, в левой или в правой стороне возле его глаз. Он может кинуть бринстоуном. Если ты посередине где-то стоишь перед ним, то он может и кинуть бринстоуном посередине. Ну, а сзади он ничего не делает. Но он мне не нравится. Да и к тому же у него еще глаза летают по всей арене. Это реально раздражает. Так что мне он не нравится. Маска. Маска позора. Маска позора. Довольно прикольный босс. Просто надо по сердцу, а потом по нему. В принципе, ничего сложного. Так что он крутой. Врата. Так, Врата получается... Ну, Врата меня бесит от тем, что он выпускает бринстоун. Ой, бринстоун. Честно говоря. Да, он выпускает бринстоун. Я не об этом хотел. Он выпускает человечка... Ой. Короче, монстров, которые прыгают. И когда они прыгают, они выпускают слезы. Это очень сильно раздражает. И ещё он может, если он трёх выкинул, то он может бринстоун у них всех прибить. И если ты там стоял, то всё. Те некуда, ты получишь урон. Ну, а так, по сути, крутой моб. Ой, босс. Локи. А Локи, он, в принципе, только пускает слёзы плюсиком и крестиком. А чё в нём такого? Ну, а ещё его любимый телепорт. Ну, в принципе, средний. Так, Война. Война, в принципе, умеет делать бомбы. Кучу раз она может двинуться за карту. Ну, вы поняли. В принципе, Война крутая. Ну, и вторая фаза, где он просто за нами бегает. Не сложно. Что ж, главный босс, получается... Она и сложная. Ну, и к тому же... Я поставлю её в крутую. Я не знаю, почему, но... Ладно, пусть будет так. Так, дальше у нас, получается, идёт Вольф. А в Вольфе у нас есть Мистер Френд, который... Сгустка выпускает слезу по обоим сторонам с красной жидкостью. В принципе, он лёгкий. Так что средний, потому что, ну, он не представляет себе такой вот сложный прям... Хаос. Дальше. Разбойные локи. Разбойные локи, в принципе, что он... Бесячий немного. Потому что у него две стороны. Но атака он крутой. Дальше. Так, Сколекс. Сколекс надо намажить его по... Хвосту. В принципе, ничего такого. Так что средняя. Смерть. Он пускает, получается, свои косы. Ну, и вторая фаза, где... Смерть просто... Выпускает свои... Своего коня. И он движется прямо на тебя, ну, и... Так что... Крутые. Папа длинный нож. Или как-то... Длинный ноги папа, вот. Паук, который... Много раздражает. Ну... В принципе, от него... Просто легче... Просто бежать по карте и всё. Так что... Так что... Крутые. Тоже самое модификатор... Тоже самый... Как и... Длинный ноги папочка. Так что... Вот этот... Прям... Хит. Потому что это... Отсылка на игру от... Которая делал, получается... Монбит. Ой, Монбит. Не то. Эд. Эдмунд. Да, Эдмунд. Так что я поставлю в красивую. Потому что этот паук мне больше нравится, чем длинный ноги папочка. Дальше. Завоеватель. Потерянный. Бог. Ой, Бог. Потерянный... Всадник. Вот. Потерянный всадник, в принципе, крутые. Потому что... После него ещё остаётся артефакт. Конь. Мы сможем ездить и... Таранить врагов. Дальше. Тартома. Работает как и... Получается... Получается... Фистуля. Да, фистуля. Вспомнил. Так, фистуля. Так что... Ничего от собой не отличается. Только, кроме... Спахнет пауками. Ну... А что это? Страшно? Нет. Так же у нас идёт... Брестащист. Так. Брестащист. Короче, да. Ну, он просто... Типа... Личинка в какой-то... Пузыре. Прыгает. И выпускает 4 слёзы. Плюсиком. Ну... Не сложно. Хотя он раздваивается. Но в среднем. Так. Получается, маму-герта. Мама Георгия, в принципе, ничем не отличается. Так что... Она просто... Выпускает шипы. Клюётся. Чё она ещё делает? Я её не помню. Ну, короче... Крутые. Так. Сердечко. Сердечко, в принципе... Я уже забыл фазу сердца. Я уже давно в сердце не побеждал. Так что... Средняя. Зародыш. Зародыш тоже средняя, потому что... Сатана. Плюс-минус... Крутой босс. Айзек. Сразу говорю, красивая. Агнеца. Тоже красивая, потому что она... Он прикольно... Оставляет... Эти какого... Тело своё. Да. Дальше. Дальше у нас Блюгиви. Блюгиви, ну а что в нём? Как и Айзек. Ну, вроде бы он... Классный, но... Я поставлю в крутые. Мега-сатана. Сложный до... Капецкак, так что... Он просто крутые. Ангелы, в принципе, красивые. Так, дальше. У нас Крампус. Крампус у нас... В принципе, средний. Он просто выпускает прям с том плюсиком, ничто. Так. Всадник без головы. Отсылка на ту самую книгу и фильм. Всадник без головы, в принципе. А, в чём он? Средний, потому что ничем не отличается. Просто... Переползает через кран, ну и т.д. Так, дальше. Падшие. Падшие, они могут... Выпускать по 4 слёзы. И 3 слёзы. Вернутся, в принципе, нормально, но... Немногое добешивает. Ещё они могут плюсиком брендстоун сделать так, что я оставлю их в куты. Маленький Литл Хорн. Литл Хорн. Литл Хорн. Так, маленький Рок. Маленький Рок, в принципе, средний, потому что он ничего такого. Редман. Редман может выпустить 4, получается, самоводяжки и спамить пауками. В принципе, а ещё он может, да, спамить пауками, который тоже самоводяжки. Но, в принципе, он средний, ничем не отличается. Так. Дальше. Ну, саду, получается... Поп. Да. Попняшки, вот. Попняшки. Попняшки, это, получается, то же самое, как Булькоши, только попкашки. Ой, няшки. Короче, они средние. Поп. Поп. Ну, в принципе, средний. Немного бесячий, кстати. Она может... Сделать... Маленькие вот эти... Поп и, типа, если ты разрушишь, что они в тебя могут... Ну, крестиком, плюсиком, я уже не помню. А, не, или кругом. Нет. А, три вылазит. Эти. Ну, да, понял, короче. Так, дальше. Пятом. В принципе, он вылазит и дамажит по... Правой и девой стороне. В принципе... Ну, еще он может стрелять. В принципе, ничего нового, среднего. Хрупкий. Хрупкий. Тот самый человек, который первая фаза нормальная. Просто прыгает. И может круг и слез сделать. Потом вторая фаза его, опять скелет, который может бреймстоуна, так что средний. Далее. Покинутый. Он прозывает скелета, да. Когда мы побеждаем скелета, он начинает свою фазу с бреймстоуном. Тот, как и с зародышем. Ну, бреймстоун по кругу. В принципе, средний. Дальше. Брауни. Брауни... Он спамит много поп. И вторая его фраза это... Вот этот поп. Да. В принципе, средний. Хаш. Он... Признаю, что он красивый. Грид. Крутой. Биг Хорн. Красивый. Вот этот тоже красивый, кстати. Кто он? Мега тряпочник или... Мега Редмен. Реджман. Сестры. Сестры... Ну, крутые. Они бреймстоун не стреляют, видимо. Ну, немного подвешивают. Дальше. Патриарх. Патриарх это... Вот эти маленькие кругы с чабиками. Когда мы побеждаем вот этого патриарха, то он делает большого чаба и он летит на нас. Ну, в принципе, обычный босс с целью. Делириум. Красивый. Вот. Золотой грид мне больше нравится, чем обычный грид. Дальше. Рил Плампи. Красивая. А подожди. Я пошутил. Я её добавлю в террористы любимые, да. Плампи моя любимая. Этот, в принципе, красивый. Как его зовут? Призыватель дождя. Классный. Ну, и, конечно же, червь. Горич самый красивый. Маленький пузырек. Короче. Пузырёк. Он крутой. Да. Хоть и бесит, но крутой. Вот мой второй любимый боссик. Мой второй любимый боссик. Да, это минус. Так, вот этого я за ссора, в принципе, ты не встречал. А, нет, встречал. Да, всё. Но он немного на меня бесит. Но... Но он... Крутой. Ну, Костомия это просто бесячая штука, которая летит просто на тебя и оставляет дым, который может бомб взорваться и это может тебя. Так что, это крутой, потому что он немного меня немножечко бесит. Но, не сильно. Дальше. Поп-борн. Он, получается, средний, потому что, ну... Конечно, он оставляет с собой коричневую жидкость, где можно скользить по ней, но так он просто по ней... Просто катается. Можно сказать, как по льду. Такого ничего он не представляет из себя. Дальше. Бамбино. Отсылка на... Леджиндс оф Бамбам, или как там... Или как там игра называлась, вот это там, да, я не помню. Он, в принципе, крутой. Не могу ничего сказать. Что дальше? Полсучий жемец. Вот он немного меня раздражает, но он средний. Роговик. Роговик, в принципе, тоже средний, потому что, ну... Он просто катается на вагонетках и бросается бомбами. Ничего в нем сложного. Ой, труфовые близнецы. Вот эти каменные варики, которые... Сперва нужно их разрушить бомбами, так что... Они средние. Ничего не представляю. Так дальше, груда. Груду я не встречал. Плюс-минус. Так что я думаю, что они крутые. Ай, вот ожог меня немного повисел в тот раз. Так что он будет в среднем. Панцирь. Я его не встречал, так что он пойдет, наверное, в крутые. Великий Гидеон. Великий Гидеон. Великий Гидеон. Надо победить 12 вроде бы мобов или боссов. Это 5-3 смажет. Или можно просто хаос с картом его просто на раз прибить, и все. И тебя откроется скрозится. Так что он... Плюс-минус красивый, потому что, ну... Обычно танец. Захват. Тут его нету. Надо было добавить самому. Ну ладно. Короче, я бы его поставила, захвата. Его красивый. Хоть он и писачий с призраками. Но все же, он был хороший. Так, дальше. О, моя любимая пистья. Ой, пистья. Сирень, да. Сирень, да. Сирень, это моя самая любимая. И всех, кого я знаю. Значит, я ее ставлю вот сюда вот. На вторую пистью. Ага, на первую. Дальше. Еретик. Еретик. В принципе, он такой вот, призывает трех вроде бы своих подданных. И надо прибить их, а потом у него фаза будет. Я так и не понял, так что средний. Лик. Лик это лавовое сердце. То есть лавовая маска. Ну, короче, крутые. Ничего не сказать. Рогонсцы. Я не видел их. Но мне кажется, это локи плюс вот этот чубрик. Роговик, да. Так что я не знаю, как они выглядят. Так что средний. Химеры. Я не понял, что она делает. Так что средний. Плеть. Ой, та самая крутилка. Фиджет спиннер, боже. Сразу говорю. Он красивый. Но из-за фиджет спиннера он реально раздражает. Дневная пасть. В принципе, что там. Чабика. А потом надо победить Эгг. В принципе, что тут сложно в среднем. Плоть. Вот плоть самая жестокая из всех боссов, которые я видел. Я ее победил за счет того, что у меня я играл с другом, а плюс я у меня был этот скажите мне артефакт, который делает меня неуязвимой. Когда я стою. Вот. Так что крутые. Тут ничего не сказать. Так что так. Догма. Догма, в принципе, немного подбешивает, но она по по-своему окрасу очень красивая. Или красивая. Я не знаю, кто такой догма. Или такой догма. Так, ладно. Дальше. Ульта голод. Когда уже у зверя. Зверь, в принципе, по-своему окрасу красиво это потом. Голод. В принципе, что он делает? То же самое, что он может. Мух создавать. он это любит. Так что крутые. Ультра чума в принципе может кидать слезы бомбы, которые делают лаву. В принципе, крутые. Смерть. Ультра смерть. Честно, возражает, когда косы в тебя летят. Но это тоже крутое, потому что ну, не смысл. Так, ну, и война тоже крутая, поскольку, ну, чё там сложно. Просто он летает за тобой, бесится, ну, и всё. И вторая фаза, у него всё, он только на тебя летит. Всё. зверь по моему счёту он. Ну, не мой биночек, а просто красивый. Дальше. Ну, что ж, давайте поговорим о грехах. Ну, что ж, погнали. Первый грех зависть. Зависть у нас средняя, потому что ну, она вообще ничего. Просто на мелкие атомы разделяется и всё, что там сложное. Червоугодие. Так, ну, в принципе средняя. Аллочность. в принципе просто бегает с тобой. Так, что средняя. В принципе средняя похоть. Ну, и дальше у нас идёт гордыня, то есть сейчас я забыла как это. Ладно, не судьба же. А, вот это всё, я даю. Аллочность, вот это аллочность, если что. Так, аллочность в принципе в среднем идёт. Так, чертовоугодие получается это не грит, это получается что? Жадность, да. жадность средняя, в принципе. Алла, похоть средняя, потому что, ну, это просто босс, который с тобой бегает. Олень, ну, олень это лень средняя, ну, и гордыня средняя. Ну, и как сказать, гнев, это бомбермен, отсылочка. гнев, в принципе, ну, то же самое. Ну, ультра-боссы. Вот это уже крутые боссы. В принципе, вот это средняя, вот это крутое, сразу говорю. Ультра, нет, тоже крутое. гордыня. Красивая ультра-гордость. Дальше. Так, дальше. Ультра-кокоть, в принципе, средняя. Ультра-крит, который может, в принципе, средняя. Ультра-олень, крутые. Ну, и наши главные разработчики. А, нет, это ультра-кортина. Так что, крутые. Ну, и тут вроде бы всё. Ну, вот такой вот террористик получился у нас. Такой вот. Такой вот террористик. Так что, кому понравилось, пишите в комментариях, на что я ещё сделал террорист. Всем пока. Я, как обычно, спаклай. Всем пока, всем удачи, и всем приятного кушения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok.